Благо, этот наш выпуск выходит на Сибирь и Дальний Восток. Сначала новость именно оттуда, вокруг южных Курил. Туда сегодня полетел первый в истории авиарейс с японцами-уроженцами, Кунаширы и Турупы, и с их потомками. Единственный российский телеканал, у кого есть курпункт в Японии, это наш. Вот японцев и провожал наш Сапкор Сергей Менгажев. Самолёт с надписью «Аврора» на носу и российским триколором на хвосте прибыл в город на Касибэцу ещё накануне. Журналистов и провожающих чиновников больше, чем пассажиров. Здесь это событие называют историческим на табло в зале вылетов впервые в качестве пункта назначения остров Кунашир. Торжественные проводы на лётном поле. Из 70 пассажиров большинство родственники, бывших жителей островов. Лишь несколько человек действительно родились на южных Курилах. Такада Сан Сытурупа. В 45-м году ему было 9 лет. На острова едет впервые. У меня там мать похоронена. Столько лет уже прошло. В конце концов, я должен навестить её и поблагодарить за то, что она меня вырастила. Надпись на плакате «Специальная церемония посещения могил с думой в сердце о родных местах». Любопытная деталь. Курилы японцы нарисовали другим цветом. Косвенный признак смягчения территориальных претензий Токио. До последнего времени местная пропаганда категорически подчёркивала японскую принадлежность южных Курил, требуя отдать их все сразу. Это мыс Носаппу. Самая северо-восточная конечность острова Хоккайдо. Отсюда открывается вид на южные Курилы. Вон та гора — это остров Кунашир. А вон та полоска земли — это остров Сигнальный. Но у японцев для него своё название. Они называют его Кайгара. В переводе это означает «морская раковина», потому что по форме он напоминает ракушку морского гребешка, местный деликатес. Он вместе с остальными морепродуктами, которыми так богата акватория южных Курил, рассматривается японцами в качестве наиболее желанного объекта будущей совместной хозяйственной деятельности на островах. В этом крабовом магазине посетителей немного. Живьём тут продают только местный вид. Но больше всего японцы ценят камчатского краба, а его из России поставляют ограниченными партиями. Лет 10 назад Москва добилась от Токио ужесточить борьбу с контрабандой. И теперь у японцев вся надежда на совместный промысел. Я не политик, и в то, что Япония скоро получит острова, честно говоря, не очень верю. Но нужно договариваться о каких-то чётких правилах, которые бы позволили решить эту проблему. Центр северных территорий – место, откуда можно посмотреть на острова, ознакомиться с рыбным разнообразием Курильских вод. Оптика позволяет увидеть часовню и пограничную заставу. Пропагандистский фильм о территориальном вопросе, в том числе на русском. Северные территории вошли в историю Японии более 300 лет тому назад, в начале 17 века, в период Эду. Это произошло ещё за 100 лет до того, как на Курильских островах появились первые русские. И дальше стандартный набор передёргиваний, подтасовок и откровенной лжи. По Сан-Францискому мирному договору 1951 года, северные территории принадлежат Японии. Читаем, что там написано на самом деле. Япония отказывается от всех прав, права оснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалины, прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года. Кстати, половина Сахалина вместе со всеми Курилами на карте выделены не как территория России. Тематика островов здесь обыгрывается повсюду, даже на банках с консервированным крабом. Южные Курилы обозначены как продолжение острова Хоккайдо. Самый популярный здесь сувенир – кружка с указанием точной площади каждого южнокурильского острова. Сфотографироваться на фоне силуэта Кунашира, а затем прогуляться по изображению всех островов на асфальте – обязательный пункт программы посещения. Весь берег заставлен памятными камнями, столбами и плитами. Лягушачьи фигуры у основания тоже неспроста. В Японии слово «легушка», «кайру» и глагол «возвращаться» звучат одинаково. На Курилах японцы провели весь день. Возложили венки на могилы родственников. Возвращение планировалось сегодня вечером, но погода распорядилась иначе. С Итурупа самолет вылетел по расписанию, но из-за сильной облачности изменил курс и отправился в Южно-Сахалинск. А тех, кто остался на Кунашире, разместили в Доме дружбы. В воскресенье на Курилах ожидают дождь, поэтому на своей исторической родине японцы могут задержаться до понедельника. Организация этой поездки – жест доброй воли со стороны Москвы. На саммите в декабре прошлого года президент России Владимир Путин пошел навстречу по желаниям японцев. Активизация обменов между простыми людьми по замыслу должна способствовать созданию доверительных отношений между странами. Только в этом случае возможно найти способ устранить все разногласия и подписать мирный договор на условиях, которые не будут нарушать интересы ни одной из сторон. При этом позиция Москвы по курильскому вопросу остается неизменной. Россия суверенитетом не торгует. Сергей Менгажев, Алексей Печко. Вести в субботу на Касибетсу, Хоккайдо, Япония.